К 2 апреля отмечается Всемирный день информирования об аутизме. Как считают специалисты, обмен информацией своего рода ключ к пониманию особенных, необычных, часто очень талантливых людей. В преддверии этой даты Тверскую школу номер 53 посетила делегация из Истринского центра реабилитации и образования номер 7. Подробности в нашем сюжете. Педагоги Тверской школы номер 53 рассказывают коллегам из Истры о своем опыте работе с детьми с особыми потребностями образования. Инклюзивное обучение в обычной средней школе, конечно, сопряжено с определенными сложностями, но учителя довольно успешно их преодолевают. Стараемся индивидуально подходить к каждому. У нас есть кабинет логопеда, кабинет дефектолога, работает психолог, социальный педагог. Занятие в кабинете адаптивной физкультуры – одна из форм инклюзивного обучения. Он существует в 53-й школе уже 7 лет. Сюда приходят дети с освобождением от урока физкультуры. В кабинете есть и интеллектуальные настольные игры, и различные тренажеры. Они здесь отдыхают, веселятся. То есть в свободной форме проходит урок физкультуры у них. Также если занятия на тренажерах проходят, то все равно повышается внимательность, координация движения, амплитуда движения. И они все равно получают теоретическую базу. Мы не отходим от программы, просто ее маленько перелей в другое русло. В Центре реабилитации образования номер 7 городского округа Истра также используются самые разнообразные методы работы с детьми с особыми потребностями. Это и танцотерапия, и обучение ораторскому искусству. Ипо, и агротерапия, и многое другое. За круглым столом педагоги представили свои наработки и выслушали доклады коллег. Обмен опытом, взаимодействие, дружба в конце концов, это на наш взгляд важно. Это то, что питает наших коллег, педагогов, зажигает их сердца. Потому что я убеждена, что с детьми нужно работать только с зажженными глазами и большим сердцем. В ближайшем будущем преподаватели школы номер 53 планируют посетить Истринский центр реабилитации образования с ответным визитом.